Локомотив начал с быстрого гола. Геометрия атаки подразумевала, что мяч Сычевым встретится около штрафной ротора. Так задумал Ласьков, так и вышло на деле. Обратная сторона быстрого успеха, тем более, когда его добивается фаворит, ощущение, что победа будет легкой. Локомотив этих мыслей не избежал. В последующие полчаса игры атаки ротора выглядели так, будто он фаворит. Первый из них завершал Кривов. Его удар вполне в фамильных традициях. Тяжелый подъем Волгоградца подтверждает. Виноват сам. На расслабленных подопечных вместо дисквалифицированного Семина покрикивал Эштреков. Со стороны виднее, как Локомотив постыдно жмется к своим воротам. И хотя гол Есипова это скорее несчастный случай для одних и счастливый для других, какая-то суммарная логика в нем была. Как и в том, что почти сразу после ротор вышел вперед. Если команда фалит перед штрафной, значит ее к этому вынуждают. Для Есипова удар с такой точки будто 11-метровый. 2-1 при неспособности Локомотива взять себя в руки. Гол Сычева из офсайда перекидывал мостик ко второму тайму. Гостям очень нужен был отдых, чтобы разобраться в происходящем. В перерыве Семин убрал Овчинникова. Говорят, выбитый из колеи вратарь сам попросил замену. На доле Нигматулина вообще не выпало никакой работы. Весь второй тайм трудился его коллега на противоположной половине Парейко. Ротор целиком посвятил себя обороне. За результат волгоградцы хватались разными способами. Иногда самоотверженно бросаясь под мяч, как в моменте с Сычевым. А иногда и без стеснений затягивая время. Такие моменты почти всегда за кадром коротких отчетов. Силы ротор оставляли, а москвичи тем временем уже были с тремя нападающими, вышел Пименов. Судья одарил Локомотив шестью добавленными минутами. И предпоследняя из них принесла гол. Сычев забил и убежал радоваться к угловому флажку. А Евсеев с мячом в руках спешил к центру поля. Это не разброд. Это самые последние секунды, на которых большего не изменить. Сегодня я доволен лишь одним, потому что футболисты все-таки начали вспоминать все зоны, где нужно вести единоборство в обороне и в атаке. А как качественно они делали, вы прекрасно это видели. И до какой минуты это делали.